Моё имя Сидорак, и я бродил по этому безграничному миру в поисках истинного королевства. И, наконец, на берегу этого океана я выстроил свой великий замок. 2005 год принёс в компанию LEGO много нововведений, новых серий, а также новых наборов по уже существующим замечательным историям. Bionicle нас также сильно порадовал и одновременно удивил моделями, такими как V40 и те же самые Toa Hordica, которые многим не нравятся. Я, к сожалению, причастен к этим людям, я не особо уважаю подход к тем моделям, но история всё объясняет, так что проблем никаких нет. Один из наборов, который мне очень хотелось заполучить из этого года по вселенной Bionicle, это Сидорак. Замечательный король, который, к сожалению, был показан очень слабым существом в мультфильме про Bionicle. Но сама модель мне всегда нравилась и, не знаю, привлекала меня своей нестабильностью, а также своим интересным дизайном шлема, точнее, головы, на которую мы сейчас и посмотрим. Точно так же, как и на всю модель в целом. Думаю, что многие фанаты Bionicle уже могли заметить то, что эта модель у меня немного видоизменена. И это всё из-за того, что у меня не хватило многих деталей для восстановления этого набора из деталей, которые я заказал с ЭБ. Но при этом я смог показать общую структуру и, можно сказать, силуэт персонажа. Так что давайте начнём, свернём его клинок для убийства и посмотрим на этого Сидорака. Начнём мы с ног. Сразу же скажу, они сделаны довольно-таки специфически. В чём это проявляется? В том, что у него вот эта часть ноги слишком, как по мне, длинная. Тут такая техническая деталька. Но для 2005 года это титаны были с такими новыми, можно сказать, конструкциями. Завольно интересными. Насколько я помню, впервые появилась вот эта деталь. Неповторимая, уникальная деталь, которая мне очень нужна для самоделок. Поэтому, скорее всего, после этого обзора Сидорак пойдёт на разборку. Но никто не знает, может, я сделаю ревамп. Да, вот эта деталь из новых Bionicle вы, конечно же, там не видели в наборе. Но я её поставил, дабы она прикрывала больше суставов. Так он выглядит более цельно. Прогинается же у него нога вот здесь, намного ниже, чем коленный сустав должен быть расположен. Но, опять же, это роботы. Мы не знаем, где у них там что расположено. Возможно, это подчёркивает его механизированную структуру. Мне очень понравилось, как сделаны стопы, кучу техник-элементов. Всё, как любят многие самодельщики. Но, в целом, да, выглядит это довольно детализировано. Тело же у него огромное, длиннющее. И не знаю, почему дизайнеры так решили сделать. По крайней мере, раз решили, закрыли бы щитками. Потому что мне пришлось добавлять вот эти детали. Без них всё бы было ещё хуже. Они не выбываются из общего дизайна, но при этом добавляют так-то неплохо. И скрывают дырки. Да, сбоку туловище выглядит немного обещающе. Но, опять же, моделька довольно старая. Плюс это официально от дизайнеров. Они, я думаю, исходя из их бюджета, не могли сделать что-то круче. Хотя, опять же, сделали бы они это всё лучше. Прикрыли бы щитками, было бы намного лучше. Мне кажется, моделька выглядела бы гораздо-гораздо интереснее. Но, ладно, не будем об этом. Посмотрим на самые интересные, наверное, части модели. Это руки. В этой же руке, в его правой руке, должен был быть расположен ратука-спиннер. Но я счастлив, что у меня его нет. Ибо эта функция абсолютно бесполезна. Для меня, по крайней мере. И поэтому я постарался сделать более такую, опять же, похожую на то, что дизайнеры могли бы сделать в 2005 году, руку. Да, они бы явно использовали меньше деталей. Но, опять же, из-за моей ограниченности в деталях, я не могу сделать что-то круче. Плюс для набора, который выходил 13 лет назад, чтобы оно подходило по стилистике. Это довольно тяжело. Хотя, не могу сказать, что я старался. Наплечники замечательные. Мне кажется, они довольно интересно сделаны. Шестеренки, опять же, многие ругают самодельщиков за использованные чрезмерные шестерены. То, что они не прикрыты щитками, как не гладко выглядит, то, господи. Я не считаю это проблемой. Это роботы. У них должно быть все на показ. Ну, не так, конечно, вульгарно, но все равно. Шестеренки это круто. И используйте их. Также вот эта деталь, я не помню, чтобы она была в наборе. Вот эта вот, красненькая. Но, если она даже была, то это хорошо. Насчет левой руки. У нас, видимо, левша. Раз левой рукой сражаться собирается кинжал. Таким образом можно его раскрыть. Хотя, это скорее не кинжал, а больше похоже на кортик своей длиной. В принципе, орудовать она может без проблем. Как вы можете видеть, замечательно это все выглядит. И это, по-моему, самая интересная часть модели. Так как он так интересно, как у Ассасина вылазит. Если бы у Корва такой был, я думаю, он бы сразу там лорда регента прирезал и все. Ну, ладно, не будем Корва от Ада. Посмотрим на нашу голову Сидорака. Очень интересная часть. То есть, мне всегда понравился дизайн этой головы. Что в мультфильме, что здесь. Хотя здесь немного странно. Все говорят, глаза у него выше. Это странно выглядит. Но глаза от обычной головы, вот этой метро вроде бы. На самом деле кажется, что это какой-то нос. И он даже так на буйвола немного похож. Но, на самом деле, это довольно интересный дизайн с таким респиратором, можно даже сказать. И двумя трубками, которые действительно создают такой интересный образ вокруг этого мистического персонажа. Который, на самом деле, не такой уж мистический, как оказалось позже, когда вышел мультфильм. Я думаю, он поинтереснее будет как персонаж. Но, опять же, ваш Бионикл. Можете сами ему историю придумать. Я так чаще всего и делаю. Но, в принципе, больше я не знаю, что можно рассказать про Сиду Рака. Если о модели, то модель хороша. Опять же, если вы коллекционер и, так сказать, истинный фанат данной вселенной, я думаю, вам все же стоит взять. Это, как-никак, Титан. Как его озаглавили потом. Ну, опять же, если вы хотите больше Брутаку, допустим, то берите Брутаку. Хотите Макуту Тередакса, берите Тередакса. Мне Тередакс больше всех нравится. Не знаю почему. Он просто крут. Его дизайн очень интересен. Ну, а что касается Сиду Рака, думаю, вы можете сами постараться его сделать. И он будет выглядеть даже поинтереснее. Но, опять же, с точки зрения деталей все отлично. Для самоделок много. Даже для Оптимуса Прайма некоторые есть, если вы хотите его воссоздать. Так что на этом все. Всем спасибо за внимание. Всем желаю удачи. И увидимся в следующих обзорах. Пока. Субтитры подготовлены О'ראfemann. КОНЕЦ. Продолжение следует...